Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Ребят, сегодня мы покажем вам, как меняется человек от укладки и от разной формы бороды, как она меняет его внешний вид, его образ и, в принципе, вы сможете понять, как подобрать себе бороду, отталкиваясь от своего лица, если оно совпадает с лицом нашей модели. Даже если нет, вы поймете, как выглядит та или иная борода. Сейчас у нас в роли модели типичный такой представитель, можно сказать, клиента, который пришел к нам в барбершоп. Это отросшие волосы, уже довольно сильно растрепанная укладка, отросшая борода. Первым этапом сначала мы приведем все это в порядок, сделаем аккуратненько и потом у нас уже пойдут эксперименты с формой его бороды. Погнали! Ну что, ребят, только что мы подровняли бороду. Сразу хочу оговориться, мы не будем здесь делать все эти ритуалы с раскладыванием кресел, с бритьем, подбреванием, распариванием. В этом нет смысла, потому что все равно мы все это будем сбривать, все это будем убирать и это, в принципе, наша модель, которая нам все простит. Ты нам все простишь? Супер! Поэтому теперь вы видите, как просто немножко, буквально едва-едва оформленная борода уже выглядит гораздо приятнее и аккуратнее. Но у нас еще осталась укладка, и поэтому сейчас мы бахнем укладку. Ну что, ребят, без стайлингов, не используя даже морской соли, только фен и расческу, мы сделали эту укладку. На самом деле мы решили не использовать стайлинги для того, чтобы показать, что можно сделать укладку, руководствуясь только феном и расческой, и волос будет лежать. Вопрос того, сколько долго он пролежит. Тут уже, да, вам потребуются стайлинги. Ну что, ребят, вот наш молодой российский Элвис, который у нас получился, только бородатый. Тебе не нравится быть Элвисом? Что-то глазки забегали. Показывай голову, что у нас получилось. По факту мы практически ничего не изменили, кроме укладки, и буквально там даже нету сантиметра волос, которые мы бы сбрели с его бороды. Ну а теперь погнали! Следующий вариант бороды. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, да тут я, в принципе, и не нужен. Погнали дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ворвались в кадр. Ну что, ребят, вариант номер три. Эспаньолка. Мы убрали все то, что было у него по бокам. Сделали такую более трапециевидную форму испаньолки. Не крутил так, ты искажаешь это в этот... Короче, не крутил так говорить. Ну что, ребят, голосуем по вариантам, которые вам нравятся. Вообще ни одного человека, не знаю, кому пришла эта испаньолка, я вообще не знаю, чем-то борода. Ну, может, кому-то идет. Если кому-то она из вас идет, и кто-то ее носит, напишите в комментариях, носите ли вы испаньолку. Может, кто-то у вас из знакомых носит эту бороду. Ну, для меня это что-то такое, мушкетерская тема, короче, какая-то. Не знаю. Да, вот типа того. Погнали дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не смейся. Еще серьезно тебе делают стильную бороду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь мы по приколу тебя так домой отпустим. Ты до дома все равно ее ничем не сбреешь. Ну что, ребят, почему укладка так разваливается и что с этим делать, мы расскажем в конце видео. Теперь следующий вариант, вариант номер 4. Голосуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, ну это уже получше, Коля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребят, вариант номер 5. Че, блин, чувствуешь мощь вообще, какая в тебе прям обрелась теперь. Ну что, ребят, ставьте лайки, если вам нравятся усы, как у старины Хогана. Ну как тебе? Оставляем? Хочется, я тебя кину через... Да, вот так вот прям. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, кстати, усами тебе норма, на самом деле. Добряк такой. Ну что, оставляем так? Я думаю, это да. Но это пушка. Тебе еще... У нас очень-очень-очень крутые барберы в комментарии будут говорить, что мы не используем бритву и что мы лохи. Мы не используем бритву, потому что он нас попросил, ему не нравится, когда его бреют, и его кожа, ну, реагирует плохо на бритье в барбершопах. Соответственно, модель просто не хочет рисковать, не хочет нам довериться, поэтому мы над ним издеваемся. И поэтому мы используем шейвер. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зиргут, мой френд. Ну, так что, конечно, ребят, мы не могли обойтись без этих усов, но сами по себе усы тонкие, и мы решили уже сильно не издеваться. Я-я-я-я-мой! Все, давай, Вадик, сбриваем. Все, погнали. Давайте, что мы тебе все это уберем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребят, собственно, когда вы задаетесь вопросом, отращивать бороду или нет, ну, однозначно отращивать. Поэтому, ну да, извини. Соответственно, вы уже могли увидеть, как борода влияет на внешний образ мужчины, как он меняется от этого, и мы видели сегодня и ретро Николая, и современного Николая, и такого немецкого Николая. Поэтому мы, в принципе, увидели его в разных образах. Ребят, почему мы не использовали стайлинги, хотя его длина волос позволяет сделать практически любую укладку. Мы хотели вам показать, вот все, на самом деле, время съемок этого ролика заняло у нас, ну, примерно час, даже меньше. И мы хотели показать, что те, кто не пользуется стайлингами, уже через час волосы начинают терять объем, волосы начинают терять форму, и практически невозможно обойтись в современном мире для того, чтобы сохранить укладку именно без стайлинга. Мы сделали это специально. Многие клиенты говорят о том, что я не пользуюсь стайлингом, мне и так все круто лежит. Ребят, не круто. Под конец дня, когда вы приходите домой, и все это вот так вот уже растрепывается, становится очень и очень не круто. Ну что, ребят, напишите в комментариях, какой образ Коле понравился вам больше всего. Также, ребят, хочу вам сказать то, что по всей нашей сети есть скидка 20% на первый визит. Переходите на сайт, который в описании под этим видео, это barbarossa.top. Выбирайте свой город, если мы есть в вашем городе, и записывайтесь к любому из мастеров. Вам однозначно понравится. Если вы придете к нам с бородой, я вам гарантирую, что таким, как он, вы от нас не уйдете. Вы уйдете гораздо лучше. Поэтому, ребят, переходим, смотрим свой город, записываемся, пробуем, и получайте от этого удовольствие. Всем пока.